приветствуем вас в здравии и в изобилии на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня 2 января 2022 года второй день нового года а мы продолжаем знакомить вас наших подписчиков а также участников групп социальных сетей с агрогороскопами на январь 2022 года сегодня по вашим просьбам мы осветим важную тему укоренение черенков цветочных комнатных растений и различных садовых растений именно в январе 2022 года и сразу же ответим на вопросы но первый вопрос нас касается 2 и 3 января 2022 года когда луна будет находиться в знаке козерог в одном из сообщений в соцсети одноклассников участница группы людмила сообщила что собирается нарезать черенки комнатных цветов козероги 2 то есть сегодня и 3 января завтра мы объяснили что этого делать нельзя если людмила действительно хочет получить укорененные хорошие здоровые черенки процитирую наш ответ 2 января это время новолуния 3 января 2022 года это время гекаты время черной луны не имеет значения в данном случае нахождение луны в определенном знаке до козерог это время стихии земли это дни корня это прекрасное время для укоренение черенков но они выпали в дни когда у растений нет абсолютно никакой силы в новолуние и в дни гекаты растения испытывают наибольший упадок сил за весь лунный месяц в это время каждая клеточка освобождается от груза накопленного в течение месяца это энергетический космический груз идет очищение и готовится рождение абсолютно новой жизни новолуние является отправной точкой для закладки фундамента на новый лунный месяц для перестройки энергии земли и всего что живет на планете на новый цикл и в том числе этого же черенка если нарезать черенки растения которые не имеют абсолютно никаких сил в новолуние данном случае и установить на укоренение то результат будет печальным очень много вопросов именно касаются роз и мы хотим еще раз сделать несколько акцентов о том как укоренять розы зимой можно ли это делать именно зимой напомним мы вначале уже говорили что нельзя укоренять розы черенки розы в новолуние а также и в полнолуние в весь период сожженного пути полнолуния и в дни перехода луны из первой во вторую из трети в четвертую фазы есть еще несколько требований к этому доступному способу размножения роз и о них мы сейчас расскажем используя наш опыт осени 2021 года и этот опыт также подсказка для укоренения других растений напомню что мы 22 октября на убывающей луне в знаке телец в 15 часов 30 минут срезали с куста нашей любимой розы черенок и установили на укоренение в горшок об этом есть отдельное видео называется это видео агрогороскоп на резки и укоренение черенков в ноябре 2021 года это видео было у нас 25 октября на канале установлено и было доступно к показу и сейчас можно его посмотреть черенок был установлен на укоренение сразу же после срезки с куста розы свежий черенок в горшке под бутылкой был установлен установлен на веранде где было еще тепло тогда температура здесь составляла от плюс 15 до плюс 22 градусов в ноябре а именно съемки проводили 28 ноября при убывающей луне в знаке дева мы показали как живет и развивается черенок в этой бутылке с закрытой крышкой с конца ноября мы постепенно начали приучать черенок к жизни только с открытой крышечки бутылка по-прежнему остается на этом горшочке в течение недели мы открывали крышечку сначала на 2 часа 3-4 и вот в конце недели и в первых числах декабря мы уже оставляли черенок под бутылкой в горшке но без крышечки сегодня у нас утро 2 января 2022 года черенок по-прежнему находится под бутылкой но без крышечки и так он будет жить всю зиму и даже весной пока что если холодные дни и температура опускается ниже плюс 14 на веранде мы заносим в комнату где у нас тепло где-то около плюс 20 градусов как только теплеет естественно мы снова возвращаем на веранду на окошко там где в солнечные дни солнышко его буквально нежно так своими лучиками гладит через стенку бутылки и дает ему силу и вот мы ждем когда будут теплые солнечные дни даже зимой в теплице будем выносить в теплицу вместе с горшочком с бутылкой чтобы вот это юное нежное растение привыкало к новым условиям жизни вот сначала в теплице и бутылку по-прежнему не будем снимать и не делайте этой ошибки когда вы увидите только листики сразу снимаете бутылку не спешите саженец он младенец еще ему нужны условия для комфортной жизни в своем домике под бутылкой ему там хорошо не засыхают не листики не вот эти наши так как бутылка накрыта там и корешки развиваются хорошо и кстати полив очень редкий при таких вот условиях мы всего раз в месяц поливаем это очень внимательно не сильно заливаем вот эту землю в горшочке вот эта маленькая розочка имеет будущее она получена из свежего черенка в начале осени диаметром чуть меньше обычного карандаша в черенке были накоплены нужные питательные вещества после цветения и совсем другая ситуация с черенками которые были установлены на укоренение из букета роз и из голландии мы об этом также рассказали и показали и первое что дало отрицательный результат то есть ни один не укоренился череночек хотя условия были одинаковы это побеги роз обработанные каким-то препаратом часть побегом мы под бутылку укоренили а часть просто установили в банку литровую с небольшим количеством воды и когда я обратилась к продавцам роз они объяснили по секрету это уже у меня знакомые когда уже много раз общались они признались что иностранные поставщики роз и других цветов обрабатывают эти цветы специальными препаратами чтобы они очень долго хранились также вот эти продавцы не заинтересованы чтобы их розы отправляли на размножение у них цель как можно больше продавать цветов если же начнут все размножать а сейчас просто эпидемия тех кто хочет размножить красивые розы из букета то естественно они потеряют рынок продаж и второй фактор в этом эксперименте это диаметр черенков он намного больше диаметра карандаша я вам специально сейчас показываю как мы это делали какие это были розы для того чтобы вы видели наглядно мы уже делали эти эксперименты но повторили для того чтобы показать какие розы не дают результатов в укоренении но вот мы назвали уже два фактора и третий фактор розы после среза находились в воде больше месяца все питательные вещества были израсходованы на цветы в черенке не осталось нужного питания для наращивания корней мы так детально рассказывали об укоренении вот этих черенков роз потому что в нашей почте снова и снова появляются сообщения с вопросами об укоренении черенков роз зимой давайте подытожим все в все вышесказанное об укоренении черенков зимой и это касается не только роз снова же это касается и других декоративных различных растений и особенно роз первое что мы должны знать и помнить это проводить укоренение в благоприятные дни еще несколько мгновений и мы вам расскажем о лучших днях для укоренения в январе 2022 года чуть-чуть подождите второй момент важный для того чтобы укоренять черенки для укоренения выбираем свежесрезанные розы в побегах которых достаточно питательных веществ для образования и наращивания корней даже если голландские срезаны и небольшой период они находятся в воде у нас уже даже такой вот вариант получался и довольно таки неплохо это было весной у нас у нас есть два куста роз именно с букета и они у нас растут в открытом грунте уже если розы обработаны вот этими специальными препаратами для длительного хранения черенки не укореняются вот такая вот проблема четвертый важный момент диаметр черенков для укоренения должен быть не больше диаметра карандаша чуть чуть меньше даже лучше вот уже тоже сколько раз укореняем и вот такая ситуация у нас получается а теперь сам агрогороскоп укоренение черенков любимых комнатных растений а также свежесрезанных роз других растений из букетов в январе 2022 года московское время как всегда мы делаем эти агрогороскопы и хочу сразу же вас предупредить что будет два больших таких периода для успешного укоренения черенков в январе 2022 года первый такой период очень хороший в знаке телец при растущей луне 10 января этот период начинается с 18 часов вечера до конца суток 11 января все 24 часа 12 января с 0 часов и до 21 часа вечера довольно таки длинные периоды и кстати это не только для укоренения роз а это для любых растений комнатных сейчас у нас очень многие увлекаются этим делом размножением различных растений с помощью черенков следующий очень хороший период это дева убывающая луна 20 января начинается этот период с 18 часов и до конца суток 21 января в 24 часа и 22 января с 0 часов до 21 часа вот это самые лучшие периоды в январе 2022 для укоренения любых качественных черенков здоровых растений не обработанных никакими такими вот специальными препаратами это и химические препараты которые убивают живое живые клеточки в черенках на сегодня все мы специально вот все вопросы собираем и стараемся ответить для того чтобы у вас все получилось очень хорошо мы очень волнуемся за каждого из вас чтобы у вас ваши результаты были самыми лучшими продуктивными и позитивными для того чтобы у вас и цветы вас радовали и декоративные растения и вот сейчас в январе уже многие начнут укоренять черенки инжира винограда и вот других каких-то растений актинидии той же пожалуйста используйте вот эти благоприятные дни для того чтобы получить позитивный хороший результат с будущим укоренением черенков и получением здоровых хороших растений которые будут радовать какие-то цветами а другие плодами ягодами раиса горяченко и александр волик подготовили сегодняшнее видео и на этой позитивной ноте с наилучшими такими пожеланиями ваш адрес вам всем крепкого здоровья крепкого здоровья вашим близким а также здоровья вашим растениям пусть они вас радуют своим видом а затем своим здоровым видом уже на грядках на цветниках и дарят вам и позитив и хороший урожай а мы сегодня прощаемся до новой встречи в новом видео пока пока